Вы слушаете канал жаж.клаб. Пражский дневник или для тех, кому тесны границы. Просто хорошо. Место действия «Прага» где-то между 11 часов и 12 часов утра. Решила сходить в кадастр недвижимости пешком. Не супер далеко, но и не близко. Зато дорога пролегает через наш парк. Иду «балдею», птицы заливаются, трава и деревья зеленые прямо светятся на солнце. Красота, я только что писала о своем кризисе жанра, но как только осталась наедине с собой, сразу появился целый ворох мыслей и радостная улыбка. Иду и вдруг обращаю внимание, что руки все время держу в карманах. А почему, спрашиваю сама себя, потому что, когда мы идем, они болтаются и их некуда девать, отвечаю. Но сморкаться, читать, или делать что-то по пути, на лету, тоже неудобно. Зашла в смысловой тупик радостная улыбка. Значит, в карманах их и надо держать. А куда еще их девать? Не размахивать же ими. Радостная улыбка. А почему бы и не размахивать? Закрывающая круглая скобка. Закрывающая круглая скобка. Закрывающая круглая скобка. Закрывающая круглая скобка. Иду дальше, размышляю. Вот я, например, очень привязываюсь к людям. Кто-то как-то говорил, что все люди делятся на «собак» и «кошек». Я всегда себя относила к «кошкам», «домашнее», «люблю», «чтобы меня гладили», – мурлычу, в ответ радостная улыбка. Но, оказывается, я как и «собака», привыкаю и привязываюсь к людям, к своему «хозяину», друзьям, приятным собеседникам, любимым авторам. Поэтому так трудно было прощаться с клиентом, с которым сложились не только хорошие деловые, но и приятные дружеские отношения. Но все закончилось, свою работу для него я выполнила, фирма открыта, квартира куплена, ремонт в квартире сделан, мебель куплена и установлена, документы для визы готовы и переданы. Жаль, а я уже готова была работать бесплатно. Пока шла, улыбаясь и смеясь сама себе, увидела мужчину, который, видимо, мою улыбку, принял на свой счет и удивленно смотрел мне вслед. А мужчина был как раз мой тип – жгучий брюнет, в белой рубашке и синих джинсах. К этому образу добавить еще волосатую грудь, смуглую кожу, легкую щетину и мужественное тело и получится тип мужчины, который мне всегда нравится внешне. Слава богу, я никогда не выбирала мужчин по внешнему облику. Случались, конечно, совпадения, были жгучие брюнеты, с волосатой грудью, местами даже с муглой кожей. Но все они остались в прошлом. Зато сейчас у меня по дому, бегает, такой красавец, не жгучий. Но брюнет, волосатый, как мишка, белокожий, с умопомрачительным телом, с регулярной щетиной. Несмотря на ежеутреннее бритье. Когда я с ним познакомилась, я не знала обо всех его внешних достоинствах. За меня тогда все решило что-то другое. Даже какое-то время пришлось привыкать к обильной растительности на теле. Но я знаю, что внешняя красота, временная и часто не связана с тем, что у человека внутри, поэтому не имеет для меня ровным счетом никакого значения. В общем, хорошо прогулялась радостная улыбка. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб